Привет! Вы на канале Александра Воронкова. На улице светит солнышко, ярко-ярко. У нас середина августа, а это означает, что работы продолжаются. Не будем сидеть, сложа руки, надо работать. Как вы заметили, я уже перебрался в это помещение. В этом помещении у меня пустота! Вот так сейчас выглядит мой крольчатник. Как видите, пусто! Не просто пусто, а совсем пусто. Пустые клетки. Эта сторона, вот эта сторона. Все пусто, кроме гамняшек. Гамняшек тут вагон. Но для тех, кто интересуется, ребята, вот это не убиралось, считайте, больше трех месяцев. И те, кто все время спрашивают, а куда же уходит моча? Вот смотрите, вверх все сухое. Моча проходит через эти какахи и оказывается внизу. Да, нижний слой будет сантиметров пять. Там будет такой жиденький. Ну, на данный момент у меня вот так. И вот у меня последний из магикан, которые тут скачут, прыгают. Пока еще бодры, веселы. Пытаются заниматься любовью. Хотя это мальчики, но видите, среди людей и животных это неизбежно. Ну, что делать? Времена такие. Так зачем я вас сегодня здесь собрал, друзья? Для того, чтобы вы мне помогали, как всегда. В первую очередь я расскажу, чем мы займемся на данный момент. В этом помещении основная часть уже у нас стены есть, потолочек есть. Только оббито с одной стороны шифером, нам на это будет убрать и немножечко исправить это положение и само по себе помещение. Как я всегда люблю рассказать вам сначала план действий. Ну, а план действий прост. Вот это у нас уже каркасик такой есть, да. Здесь каркас, есть кое-какие нюансы. У меня кое-где использовались вот такие вот брусочки. Он даже не сотка, это семидесятка. Это со старых коровников. БУ-шку я покупал тогда на сарай, на этот. БУ-шные купил, дешево и сердито, вот сколько лет уже стоит. Вот такие. Но они семьи и десятка. Из-за этого возник нюанс. Нижнюю я бросал, тут вообще сто пятидесятка брус, то же самое, с коровника был куплен. И получается, чтобы мне здесь ровно зашить, мне придется или вот здесь нашивать, пришиваться, или зашивать полностью железо, но тогда придется увеличивать вот здесь расстояние полностью по всему периметру. Здесь у меня шифер используется, а это значит шифер убирается, утепляется, все затягивается здесь этими влагоизоляциями, пароизоляциями, все как полагается делается. Так, что касается планировочки, что хочу здесь изменить. Вот эти клетки, которые сварил каркас, то, что сделал клетки, вот эти, это все долой. Это все под ноль. Из сетки здесь сделалось 1,8. Часто меня спрашиваете, вот эта сеточка вот здесь у меня применялась. Сейчас я вам покажу, что становится через три года после использования этих клеток. Смотрите, это получается на сетка 1,8 от мочи угол, вот смотрите, где они меньше всего мочились, от мочи угол, получается, здесь они ее просто разбирают. Они здесь вытворяют, что хотят, зубами ее веу, дюнь-дюнь-дюнь, и все, оно все разлетелось. Вот, 1,8. Это 1,8 не оцинковано, но не горячий цинк. Была бы двойка, даже пускай не горячий цинк, я думаю, было все по-другому. Что касаемо этой стороны. По этой стороне хочу сделать, здесь будут самцы ряд, вот эта вся длина, будут самцы сидеть. Вверх перенесу вот это. Вот эта клеточка у меня уже из толковой была сеточки сделана. Вот этот полностью разбирается. Вот это вверх будет, для самцов сделаю. Вот этот низ, ну, пойдет куда-нибудь. Я уже задумал, вот эта сторона и вот эта сторона очень-таки даже подойдет для броллеров. Так что нормулек, пригодится. Ну, вот это, как я сказал, разберу полностью, можно сказать, металлолом. Все занило. Просто занило за какие-то там считанные 3 года. Это просто крах. В планах, как мне сделать здесь, буду делать клетки. Как я сказал, здесь самцы и второй ярус. Клетки где-то будут вот досюда. Здесь будет при входе тропиночка. Тропинка, как в других сараях у меня. И вот здесь по ширине будет у меня двухсторонняя откормочная клетка. Получится одна тропинка вот здесь и одна тропинка у самого края вот здесь. На данный момент я вам рассказал все мои действия. Конечно же, ваши действия. Сидеть у экрана скучать нечего. Берем перчатки и давайте мне помогаем. Перчатки у всех есть? Можешь выписать кому? Кому не надо? Пишите. Я сейчас. Тут видите, вот это вот все делалось. Никогда, запомните, никогда не используйте пену для того, чтобы закрыть какие-то щелки в сараях. Вот вы захотите, там, я не знаю, коровник свинарный. Это такая ерунда. Во-первых, прогрызают мыши. Во-вторых, все, что вылазит на солнце, вот так вот выходит. Видите, оно от солнца сгорает. Это второе. В-третьих, если захотите обжечь, у меня внутри было пару раз, что оно делает так. И потом, не знаю, что сделать, а не дай бог, такая фигня случится. Может все вспыхнуть, как спичка. Поэтому я, наверное, сейчас все вот это разберу. Вот это все, каркасик сейчас раскручу. А потом уже я возьмусь полностью за внутряночку. Потому что тут всего один слой, тут внутри ничего нет. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Воду сбросить все отсюда. А эту стенку пока не стал разбирать. Солнце, палец, сегодня опять тридцатник. Они тут и так бедолажечки. Вон от жары яички наружу высунули. Получается, у меня есть единственное место в доме, где им будет прохладно. Наверное, сегодня вечером я их перемещу туда. Это место называется морозилка. Да, правильно. А пока, ладно, пустеньки посидят. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Многие зрители сейчас укоризненно смотрят в мою сторону и говорят «Что ты все строишь? Зачем тебе это надо? Ну, чего тебе надо было? В сарай стоит, стоит, кролики растут, растут. Чего еще тебе надо? А мне нужно самое простое. Зимой хороших привесов я добился. Весна, осень я тоже вытягиваю. А летом с одним сараем я не вытягиваю с хорошими привесами. И летом, я вам говорю, я думаю, многие столкнулись, когда летом молодняк плохо растет. А растет из-за чего плохо? Потому что он целый день лежит. Вот этот градусничек, я не знаю, наверное, будет не видно. Он такой страшненький, страшненький. Вот так. Этот градусник, который находится здесь, я вам скажу, 31. Вот сейчас в этом помещении 31. Это еще благо, когда я закрыл вверх. А теперь давайте я вам покажу, чего я добиваюсь. И во втором сарачке я тоже добился. Как вы помните, недавно этот сарай запустил. Как видите, моя штуковина-то не справляется. Двери закрыл, все закрыл. А здесь оказался под клеточками все-таки вывод мухи. И опарыш, видно, поднял. Тут столько мухи вылезло, когда я двери все закрыл. В общем, поставил панель, запустил. Вот у меня пошли здесь в этом новом моем сарайчике первые акролы. А здесь малышня сидит, улыбается. А добиваюсь я вот этого, самого простого. Я не знаю, видно будет, нет? 23,7. 23, ну 21 бывает. Я сегодня поздно включил панель. В общем, в этом помещении 23 градуса. Представьте. Ну, вчера был вообще 21. Как вы думаете, себя чувствует кролик? Конечно, вот сейчас покажу матерей, да, во время жары. Вы знаете, они разляжутся, вытянутся, потому что им нужен организм. Они очень часто дышат. Думаю, по своим можете так же посмотреть, если у кого на солнце сидят. Они не прекращают дышать, им дышать нужно. Они обогащают кислородом организм. И получается, что у них уши постоянно красные, из-за того, что им жарко. Вот сейчас покажу своих мадам. Как видите, разлеглись, лапки сложили, ушки беленькие, потому что им и здесь прохладненько. Им всего здесь вполне хватает. Вот, посмотрите. А это ухо вообще вперед завернуло. Эх, баран французский. Как видите. Так что, друзья, я вот этого добиваюсь. Чтобы было комфортно не только мне, кролиководу, но все-таки и моим кроликам. А когда будет им комфортно, я думаю, я увижу свой комфорт в неком плюсе. Забыл, забыл, забыл сказать, пока нахожусь в этом сарае. Хиколь, помним, да? Растут. Больше 90 дней уже. Девочек, сейчас скажу. Будет называться у меня Х3. Поставлено. Х4 поставлено. Это нет. Х5 поставлено. И вот они, эти девочки, которые свободно стали. Я у них посмотрел вес 3 800. Вот это даже, вот это, вот это за 4. Пришлось поставить. Другие девочки по весу уже подходят. Их можно поставить. Не ставлю, видите, кабанишки уже какие. Не ставлю из-за чего по срокам. Меня не устраивают сроки. Им как раз будет 120 дней в пределах, 120 дней в первых числах. И я их тогда начну ставить. И у меня общие потоки, как всегда, проходят. Акролы у меня всегда идут с первых чисел, там по 5, по 6. И идет следующий акролы поток, допустим. Ну, я в зиму сейчас перейду на это. С 20 числа по там 23. Чтобы у меня две. Если я сейчас поставлю, а сегодня у нас 21 число, мне уже не нужно на следующий месяц. Все, что мне требовалось, я уже поставил. А эти девочки будут сейчас по поводу, как ставятся. Обычно. Как девочки ставятся? Кит под самца. Ну и все, ребята. Что мне вас учить, что ли? Ну, на сегодня, думаю, хватит. Пора собираться. А то скоро солнышко скроется, муравейник закроется. Домой ребятня не пустит. Ну, а так, если без шуток, то в самом деле хватит. Сегодня мы с вами плодотворно потрудились. Смотрите, сколько дел сделали. Сейчас чуть приберусь. Какахи эти лёхи вывозить? Не мне. Ну, такая судьба его. Пока старшенький. А так, маленький итог сегодняшнего дня. Останется стенку открыть. Здесь открыто. Все тут открыто. С уличной стороны. И вот эта клеточка. Вот эту тоже убрать. Здесь, думаю, скорее всего, сначала здесь забетонирую. Пока все открыто, хорошо просохнет. А потом уже буду стены делать. Такой плодотворный у нас с вами был рабочий день. Трудились. Спасибо. Перчатки мне верните. Завтра новые выдам. Обязательно подписываемся. Пишем комментарии. Все, что вы думаете об этом. Происходящем. Все, пока. Вы были с Саньком. На следующую работу я вас приглашу. Многие крыльководы, зрители сейчас так посмотрят и скажут. Что он все строит? Вот сколько можно строить? Да что тебе надо? Вот о чем мне надо? В самом деле, о чем мне надо? Эй, е-мое. Ой.